Так, пошла каточка. Ленив, ты уже про очко и про всё такое запарил. Хватит. Или давай так, я ставлю своё очко на победу Скай, а ты ставишь своё очко на победу Муна. И посмотрим, че очко отправится в зрительный зал. Давай вот, по-крупному ставим. Не чё-то там чужое, а вот своё. Да, да, да. Так, ладно, давайте по игре. Снова Мун играет что-то из героев, там, возможно, Дарк Рейнджерка будет, возможно, опять Бессмастер. Ну, против Хумана на Тартл Роке, самое вероятное, это Дарк Рейнджерка, она здесь хорошо заходит, есть точки удобные для криппинга. Да, начинается криппинг от Скай какой-то лайтовый, просто обычных черепашек криппят. Пока же не купил еще героя Мун. Да, Дарк Рейнджерка от Муна. Вообще, я не помню Дарк Рейнджерка от Муна никогда против Хумана. Но, как я сказал, в принципе, на этой карте очень хороший герой против Хумана. А, Скай играет по улдскульным 90-м стратегиям 90-х годов, он криппит сначала черепашек и будет ставить экспант на красной точке, черепах не будет ставить. Вот, забирайте, если он уже вторую точку куча ск... А, не, погодите, это выход в Т2, в рифлов! Да ладно! Рифлмены! Рифлмены. Рифлены. Ну, ничего себе... Ну, вообще, делать рифлов против Дарк Рейнджерки сложно, потому что арчей много, скелеты появляются. Блин, я думал, тут будет долгая игра через экспанды, а тут в рифлов Скай играет. Ну, точно 90-е. Да, блин, господи, ну не лагай, стрим, еще что-то. Здесь Архимаг вовсю пытается харасить, неплохо, кстати, получается. Ой, там Архимаг забрал, забрал колечечко. Продолжай, здесь скрипится. Неплохо Скай, конечно, харасит чисто одним Архимагом, еще с кольцом Регена, еще лучше получается. Теперь у него есть отхил дополнительный. А футменов, естественно, он не подводит, потому что футфутики очень быстро отваливаются. Нага берется, ну вот Нага, конечно, против Дарки, можно было бы не факт. Лучше бы, наверное, все-таки МК сделал, ну, сделал, сделал, что уж такого-то. Так, скрипится здесь. Скай, первый рифл есть уже. С ментами, естественно, крипится, чтобы побыстрее было все это дело. Мента, смотрите, еще подконтраливает Скай. Какой девайс забирает, не показать. О, книгу опыта выпадает. Архимаг будет третий, колечко, кажется, там выпало плюс три, да. Мун здесь уже берет панду. Здесь Дарка неплохая, и выпадают колокольчики. Скелетом помогают эти колокольчики, не будучи медведем. А, здесь тоже книга опыта. Ну, все по балансу. Книга опыта там, книга опыта здесь. Дрянница строится. Ну, что, Скай не забыл еще, как рифлопушить? Мне кажется, Скай сказали, блин, чувак, все тебя помнят, потому что ты рифлопушем играл. Ты придумал эту стратегию. Давай ты, короче, на шоу-матче сыграешь рифлами против Муна. Он такой говорит, да блин, рифлы не тащат, пацаны. Я им слил в финале ОЦГ. Он говорит, ну, пацаны хотят рифлов посмотреть. Ну, ладно, давайте 500 баксов. Короче, уже идет на мейн. Здесь Барак встречает. Но надо Барак игнорировать. Игнорируй Барак. Блин, вот из-за этого Барака можно игру слить. Потому что Барак вообще нет смысла убивать. Ой, смотрите, Мун что делает. Жирную точку пытается забрать. Делается магическая таворка. Блин, Мун сейчас телепортнется с третьей пандой и просто... А где вообще войско? Два футмена, два рифла. Четвертая здесь уже... Четвертая дарка и третья панда. Да тут все сдуется. Что-то прохладу делает какую-то Скай. Просто не должно же быть пять рифлов. Тут должна панда все с даркой убивать, потому что скелеты. Там, конечно, сзади вышечка скоро достроится. Но толка от этого мало. Вышка достраивается, но ее практически сразу отменили. Один выстрел буквально она сделала по панде. Да где рифл это, я не пойму. Должно быть как минимум уже три рифла. Ну и все. Все. Ну, он отбился. Провальной стратегии. Блин, походу делал я свои очки проиграл. Дальше у своего карта уже. Поставил на Скай, а он, короче, решил в рифлов сыграть. А, у Муны уже экспант, короче. Короче, короче. Не, ну у Муны экспант стоит. Это все забей. Это может быть еще один движок. СМС表示, что это не может быть еще один движок. Да, ну да, тут стратегия очень сильная у Муна против Пифлох, потому что с Даркой у тебя есть как минимум 5-6 арчей, и если ты их вначале сохранил, то они под... Под Пандой и подрядами очень мощно играют под Даркой, там скелеты стеночку делают, ну и у Муна уже герой очень мощный, здесь не выиграть. С МК можно было бы пытаться захеракилить, а вот с Нагой очень тяжело это сделать. Не, ну скорее всего да, учитывая, что это шоу-матч, возможно каждый-каждого должен был выиграть, то есть у всех игроков по одной победе. Может они заранее договорились, я не знаю. В принципе это шоу-матч, так что, ну точнее шоу-матч даже без призового фонда, так что здесь интриги особо нет, просто хотят какую-то игру показать. А когда это он отметил это? сохраню пожалуй мне теперь будет это заставка моего стрима sky который сердечко показывает потому что牧师因为驱散的这个射程一直想吐槽太短了 而且驱散这个动作也太长了 这步的话又要剩下一个5级 我是目测这一把牧人想修齐美了 这么秀 他现在逼了1600块钱没有输兵 是的 然后加里剩下三本 开始做铺垫 我真是觉得牧人他这一把绝对要秀 这一波他是打得过的 对的 他这波是可以打的 感觉不需要熊路就可以打 对 这已经可以打甭了 对 这一波死该是根本的 那是特别的 这一波 他这一波是特别的 而且驱散这个动作也太长了 这一波都好 又要剩下一个5级 我是目测这一把牧人想修齐美了 这么秀 他现在逼了1600块钱没有输兵 是的 然后加里剩下三本 还是做铺垫 我真是觉得牧人他这一把绝对要秀 这一波他是打得过的 对的 他这波是可以打的 感觉不需要熊路就可以打 对 这已经可以打甭了 而且那我们 Forest 这一波角规定 awhile是浓死的 可是那天里有黑魔战 但一定要下个威静 真那他没寻美 因为你不必要带 虎大工 bene 我许是有 об fault 我主要对剩下来 上褒威静 美 오늘도很耻尽 死到什么 他们的网友 确实难了 portal dots 那可能的话 是 这样的 медведи ну да уму на под застали медведи под запоздали потому что экспант он ставил но у него уже 60 лимита и полторы тысячи золота узкая 56 лимита и золота нету есть там один свитер не ну sky меня подставил вы играя в рифлов хотя я рифламе что в принципе sky мог повторить мой успех но не повторила просто я не вижу здесь вариантов как он может выиграть его сейчас там уже архимаг почти сдох вы какие пары какое дыхание вы посмотрите сдох уже три рифла ни один михаил еще не умер а если михаил начинает умирать его архимаги джи джи рифлы не зашли ребята рифлы не зашли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 这个创办的公司以后 现在特别好了 对 我们在后来聊天 至少他现在没有什么强迫症了 什么叫强迫症 他以前有什么强迫症 他以前强迫症太严重了 比如说呢 你也打魔兽吧